Масочный режим – тема актуальная для горожан. Многие с пониманием относятся к необходимости носить маски. Однако до сих пор межведомственная комиссия появляет отдельных граждан, которые не знают о том, что масочный режим еще в силе или не имеют маски, просто забыли взять ее в дорогу, либо принципиально отказываются носить. Звонки поступают по поводу того, что с просьбой отменить масочный режим. Но на самом деле мы отвечаем, что, во-первых, мы не вправе это делать. Это делает специально уполномоченный оперативный штаб. И пока решение не принято. Средствами защиты органов дыхания обеспечены кондукторы-водители общественного транспорта. Они обязаны находиться в масках от начала и до конца рейса. Исключение только для тех водителей, чья кабина изолирована от пассажирского салона. Но даже в этом случае персонал использует средства защиты органов дыхания. Пассажиры должны надевать маски при входе в салон и не снимать их до конца поездки. В метрополитене первый кордон уже на входе в подземку. Большинство самарцев имеют при себе средства защиты, а порой выручают и тех, кто забыл маску дома. Вот сейчас автобус подойдет. Прежде чем сесть в автобус, я обязательно надену маску для безопасности, чтобы оградить себя от микробов. Правило действует во всех видах общественного транспорта. Тех, кто нарушает его, просят покинуть салон. В противном случае полицейские составляют протокол. По нему суд может назначить наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей. При повторном нарушении до 50 тысяч рублей. За минувшую неделю в суды поступило 12 административных материалов. С начала года оформлено 1035 протоколов. С сентября 2020 года – 2014. Требование носить маски не отменено, оно сохраняет свою силу, поэтому, пожалуйста, в общественном транспорте перемещайтесь только в маски и помните, что эта мера направлена на то, чтобы сохранить ваши жизни, здоровье и жизни, здоровье окружающих. Рейды комиссии проходят ежедневно. Часы пик, контроль усиливается. Проверков задействуется маршрутная сеть во всех внутригородских районах. Юлия Василькина, Николай Сидоров. События.